Голубка В конверте и слать непременно скорей И красавица тем же вполне от души отвечает ему Обещает писать, ободряет кивком, одаряет цветком Наконец отпускает и в десять минут забывает о нем А герой, повелев ямщику, не зевать через сутки пути Прибывает на место, объезжает в гостиницу и принимается существовать То есть тут он движется, сделаемый вес в экипаже и нет Озирает окрестности в виде замшелых прудов и скульптур Что ни день на подарки понят, кому не жалеет монет Покупая смарагдовый хлам и серебряный всякий суббот Или в номере, кстати, весьма дорогом Вечерами письма от негодницы ждет Изнывает от скуки дурак дураком Не пьянее глотает ликер и бисквит Без охоты жует, ожидает конверта С условным на нем от руки голубком И томясь ожиданием ходит по бархату взад и вперед А кокетка не помнит, она занята Что ни день ежечасно ее с головой поглощает забот То это, то та, то непрошенный гость У нее то мигрень, то канун маскарада То сам маскарад, то верчение столов То большая примерка и так, что ни день Предположим, неделя проходит Он ждет, а письмо не идет То есть рухнули связи, обмякли усторий, померкли миры Почтальоны ушли, вероятно, в какой-нибудь горный поход И один за другим, вероятно, упали с высокой горы Проведя две ужасные ночи без сна На девятые сутки в единый прием Он снотворного склянку, что свалит слона Осушает и мрак, наконец, оглушает его забытием В это самое время внезапно о нем вспоминает она То есть в ту же секунду она невзначай вспоминает о нем И, конечно, бросается прямо к бюро Из бюро вынимает, конечно, бивар из бивара бумагу Берет и пирог, и строкой строку погоняет строка И к рассвету посланий выходит густым, как почтовый роман Могло быть и гуще до ночи кратка На десятые сутки с утра просыпается наш ковалет Выпивает свой кофе, причем даже с юмором смотрит в окно А потом не спеша тормошится квояж, достает револьвер И, конечно, стреляется прямо на бар, хоть и что не умно А конверт-то надписан уже и закрыт Не без помощи воска, смолы и огня Силуэт голубка в уголке не забыт Путевые сдержки рассчитаны Нарочный сел на коня Остальные детали впоследствии следствие определит А пока угадайте, что в этом во всем привлекает меня Ну, конечно же, нарочно Боже ж ты мой, это как он поскачет сейчас Полетит, не касаясь дороги, помчится стрелой А часа через два ни с того ни с сего На дворе постоялом я встречу его И в глаза посмотрю со значением Но не скажу ничего Разговаривать некогда Да и зачем, господа пассажиры? Четвертый звонок Занимайте места Живу при, живу зем Я ваш новый форейкер, а кто не согласен Вот бог, вот порог Решено, что мы едем в Эдем Это значит, мы едем в Эдем Занимайте места, господа, воежоры Таков эпилог Или, может, эпиграф Не все ли равно? Я их, знаете, путаю Префикс один, да и корни по смыслу Считай заодно Ухажите мне, Эллины, этот язык Уже как не вникал я в него, а не вник Между тем не последний По общему мнению был Ученик 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 Продолжение следует...